Калюнечка, слушай, ты не знаешь, что это такое может быть у котика? Тут какой-то котик просто на заправке, вот с лапками. Можешь подсказать, что это такое может быть? Красивый котик, подобрались сейчас на трассе между Ефремовым и Становым. К сожалению, у него вот такая особенность с лапками. И необходима помощь, лечение котику, очень нужна помощь. На тебе лежать всю дорогу, слушай, брат. Кто-то выкинул, вот прям на заправке оставили, я спросила, они сказали, что на заправке оставили. Ходит очень плохо, вот, как вот эти лапки вот такие. Давай мы-то закроем, он лежит нормально сейчас. Так, мы собираемся в клинику. Глазик у него сильный, видишь? Да, сейчас. Ну, лапу покажем уже, у врача. Лапу сейчас у врача на столе все покажем, потому что он не любит поворачиваться. Давай переноску, мы пока посадим. Переноска, я сейчас, давай, я сниму с него шлюп. Котик спокойный, хороший, ласковый. Муркочит, жалко так слушать. Я позозвонила с врач Баркову. Он сказал, что... Мы в ветру фаленцию. Идем не в том, что... Надо взвеситься. Пойдем. Шикарно. Ужасно. Давай, сразу сколько ребенок висит. И фотографии, не забывай. 4 600. Вот и у меня крупный мальчик. Не бойся, ребят. Мне бы сейчас понять, что делать. Мы пытались их оперировать. Уголять вот эти остеофиты, они опять растут, потому что это остеохондродисплазия. Это... Ну, такое заболевание генетическое, вот болеет... Болезнь вислоуфик, да. Да, болезнь. Сломанный ген. И шотландцы, и британцы, да. Поэтому, скорее всего, наверное, его из-за этого и выбросили. Ставь. Я думаю... Он ходит хоть вообще? Да. Ну, просто нужно... Это ход у нас? Ох, еще и не стерилизованы, не кастрированы. Просто нужно вот эти тогда раны залечить. А мы их не сможем, на самом деле, залечить? Знаете почему? Потому что все идет, понимаете? Нет, я имею в виду открытые вот эти. А так мы... Ну, он все равно будет их... Разбивать? Конечно. Он разбивать, будет запрыгивать, где-то спрыгивать. Смотрите, у него даже... Ну, это понятно. То есть, такие вот стюки, ты даже пальцы не гнешь. У него пальцы даже не гнешь. Ну, а что вы скажете? Сейчас вот вроде в Обнинске в биоконтроле делают лазерную... Какое-то там... Ну, удаление. Останавливают как-то там... То есть, они как-то на рост, что ли, влияют? Я не знаю. Ну, да. Останавливают, что ли, рост. Как-то лазерная фигня. Дело в том, что, видите, у него на двух лапах. И такая проблема еще может и на позвоночнике быть. На позвоночнике, на хвосте обычно. На хвосте, вот, видите, тоже такой, не гнется. Он, видите, хвост. Это уже... Это тоже там такая... Ну, ребята... Остеохондродисплазия. Остеохондродисплазия. Вот такой ужас у нашего ребенка на лапах. Ребенка нашли вчера на заправке. Его просто привезли и выбросили. Так что не хотят лечить. Котик молодой. Приблизительно 2-3 года. Назвали Зевс. Такая проблема еще может и на позвоночнике быть. Даже и на хвосте. Вот хвост, видите, тоже такой, не гнется. Видите, хвост. Это уже... Это тоже там такая проблема. Ну, ребенок молодой. Посмотрите ему зубки, пожалуйста. Примерно верно, молодой. Он еще какой-то бледненький, блин. Как бы у него какая инфекшн не была, потому что... Ну, скажу, что жалко. С глазиком, да. Глаз болит. Что у него там с глазиком? Глаз воспаленный сильно. О, Господи. Вот, надо к офтальмологу показаться. Может, это тоже связано с какой-то проблемой. Заворот, нет. Обе лапки, боже мой. Они обе. Вопрос в том, что мы будем залечивать вот эти вот... Да, там будет регенерироваться как-то ткань. Но он все равно опять пошел, опять запрыгнул, где-то что-то собралось. Ничего, все равно лечить надо. Ну, что, нестероидно-противовоспалительное, наверное, да? Ну, да. Антибиотик. Снимки будем делать? Надо снимки посмотреть? Нет, антибиотик надо сделать. Давайте сделаем. Антибиотик надо, да, чтобы во избежание инфекции. Какой-то курс потом подождать, да? Больный ваш. Не бойся, ребенок. Да, сделаем. Поэтому вы можете пока выйти, прикрыть дверь. Да, не надо. Все легко. Хорошо. Выходите, да, мы на вас защиту не... Вот у нас слева, а вот это у нас справа. Можно мне по очереди каждый сфотографировать? Да, а можно вот так вот. Давайте, давайте. Давайте по одному. Так, хорошо. Поражение полностью скакательного сустава, включая сустав, да? То есть здесь только ампутация. Не поможет никакая хирургия, ну, я имею в виду, вот именно здесь местная. Только ампутируется и ставятся туда протезы. Протезы – это индивидуальная вещь. То есть делается компьютерная томография, подбирается протез. То есть где-то он будет, говорит, порядка двухсот тысяч, однолапа. Сразу все не оперируется. Да, оперируется по очереди. Между этими операциями от двух до трех месяцев должно проходить. То есть первое оперируется первая лапа, потом оперируется вторая лапа. Ну, мы говорили, что это... Да, соответственно, гарантий тоже никаких нет. Почему? А процесс заживляемости тоже не очень хороший, потому что кости структурно, видите, какие они прозрачные. То есть тут может лопнуть кость, когда будет там ставить протез. Или еще какие-то непредвиденные моменты могут произойти. Это раз. Хорошо, если даже мы, например, прошли эти два этапа операции, и все хорошо, то в будущем, чаще всего, говорит, может еще и позвоночник зацепить. Зацепить, да. Но, как правило, все начинается с пяток, и пятками заканчиваются. Это мне говорит хирург. То есть 50 на 50, что в позвоночнике может там что-то произойти в будущем. То есть сейчас мы все залечим? Ну, мы сейчас не залечим, потому что вот эта проблема, она все равно будет расти, и будет кожу все равно травмировать. Кожа будет натягиваться, он будет кожу стачивать. Тот, кто привез Зевса на заправку, целенаправленно привез его умирать. У котика нет никаких шансов. Вы представляете, что такое кот, который еле-еле двигается на автозаправке, на трассе, далеко от города? Я не злой человек, но я хочу пожелать тем хозяевам, что привезли и выбросили ребенка, чтобы они жили долго, и чтобы на старости они испытали то, что сейчас испытывает этот кот. Это единственное, что я им желаю всей душой, всем сердцем, от всей лохматой души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!